Друзья, всем привет! С вами Виктория. Сегодня готовим очень вкусный грушевый пирог. Сначала 60 грамм сливочного масла поставим растопить в микроволновой печи. И теперь подготовим груши. Понадобится примерно 3-4 штуки в зависимости от размера ваших груш. Груши очищаем от кожуры. Разрезаем напополам. Убираем сердцевинку. И нарезаем на тонкие слайсы. В миску выбиваем 2 яйца. К яйцам добавляем для сбалансирования вкуса 1-2 чайной ложечки соли. И 150 грамм сахара. Взбиваем миксером в белую пышную массу. Яичная масса хорошо увеличилась в размерах, побелела. Добавляем в нее 160 грамм сметаны. У меня сметана 20% жирности. Можно заменить сметану на жирный йогурт или кефир. Добавляем растопленное сливочное масло. И все недолго перемешиваем миксером. И затем просеиваем 230 грамм муки. И просеиваем 2 чайные ложки разрыхлителя. Вместо разрыхлителя можно использовать соду. Одну чайную ложечку. И еще раз все перемешаем до однородного состояния. Также я добавлю 2 чайные ложечки экстракта ванили. Если вы хотите добавить какие-то добавки, то самое время это сделать. Это может быть изюм, орехи, сухофрукты, цедра лимона, цедра апельсина. Все по вашему вкусу. И еще раз перемешаем. Тесто должно получиться гладкое и однородное. Обратите внимание на консистенцию. Не густое. Одна часть груш у меня пойдет в начинку. Я их добавлю в само тесто. И другая часть сверху на украшение. Подготавливаем форму для запекания. Я буду использовать форму размером 20 см. Застилаю ее пергаментной бумагой. И смазываю кусочком сливочного масла. И переливаем тесто в форму. И оставшуюся часть груш выкладываем сверху на пирог. Сверху пирог присыпаю немного коричневым сахаром. Можно присыпать обычным сахаром. Отправляем запекаться тесто в духовку, разогретую до 180 градусов, примерно на 40-45 минут. Ну, конечно же, ориентируйтесь на особенности вашей духовки. Пирог у меня запекался ровно 50 минут. Готовность проверяем деревянной шпажкой. Даем пирогу немного остыть и затем извлекаем его из формы. И вы только посмотрите, какая красота получилась. Хрустящая корочка снаружи и сочная начинка груш внутри. Давайте же поскорее отрежем кусочек и попробуем. И вы только посмотрите, какая вкуснятина получилась. Пирог у меня еще горячий, но нарезается прекрасно. Ароматы стоят на всю кухню. Всем желаю приятного аппетита. Готовьте с удовольствием. Не забудьте поставить лайк, если видео вам понравилось. Желаю вам всего самого доброго и до новых встреч. С вами была Виктория. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова